В августе 2016 года в участковой больнице Станицы Петровской состоялось долгожданное событие. В обновлённом доме было установлено современное рентген-оборудование. Спустя полгода работы мы съездили в гости к петровским рентгенологам и узнали, как обстоят дела сегодня. Чистые, светлые, просторные коридоры. Ожидающих приёма в рентген-кабинет немного, но небольшая очередь есть. Люди настроены положительно и очень рады тому, что за рентген-снимком им не надо ехать в районный центр. Вот мы уже третий раз здесь. Люди узнают, наверное, соседи общаются между собой, и поэтому, наверное, больше народу стало. Не знаю, я себе сделал здесь. Ходили мы, думаю, заодно маму привёз и себе, и жену. Нормально, персонал довольно-таки профессиональный, общительный. Если, допустим, раньше Голубая Нива даже, от Чуева, все ехали в город, чтобы пройти рентген. Сейчас это направление закрыто. Забольский, Черноярковское поселение, все сюда намного ближе. Ну, единственное, конечно, что очередь. Да, потому что всё-таки народу много. Ну и, тем не менее, разгрузили всё-таки город. Сегодняшние условия медперсонал не хочет сравнивать с тем, что было прежде. Хотя объёмы работы с установкой нового оборудования увеличились в разы. Кабинет рассчитан на приём 25 пациентов в смену. Но по факту каждый день приходит не менее 30-35 человек. Едут отовсюду, начиная от маленьких детей и заканчивают пенсионерами. То есть народу очень много. Нормы, я бы сказала, мы выполняем в два раза больше, чем нам положено. Зимой в период вирусов в основном делали рентген грудной клетки. Сегодня с началом весеннеполевых работ увеличилось количество пациентов, которым необходим снимок суставов. Тяжело представить, что ещё полгода назад всем этим людям приходилось преодолевать более 30, а то и 60 километров, чтобы сделать рентген. Сейчас в Петровской участковой больнице каждый житель Петровского, Черноярковского, Кировского и Забойского поселений Голубой Нивы может сделать рентген-снимок, получить расшифровку, без долгих ожиданий в очередях воспользоваться квалифицированной медицинской помощью. Мария Горошкова, Александр Косицын, программа События.